Мохаммед Хельми, врач из Египта, живший и работавший в годы Второй мировой войны в Берлине, единственный араб среди праведников народов мира. Во время самых жестоких преследований евреев он спас от практически неминуемой гибели в газовой камере молодую еврейку Анну Борос и ее близких. В 1942-м этой женщине был только 21 год. Она была другом семьи Мохаммеда. Родственники Борос были пациентами доктора Хельми. Когда началась охота на евреев, врач попытался выдать Анну за свою медсестру, мусульманку Надю из Дрездена. Предчувствуя, что обман вот-вот вскроется и опасаясь доносов коллег, Мохаммед предложил Анне для укрытия свой загородный дом, хотя прекрасно осознавал все риски для себя и своей семьи. В этом убежище Анна Борос смогла пережить самый страшный период. Но только помощью этой женщине Мохаммед Хельми не ограничился. Он договорился со своей знакомой немкой Фридой Штурман, чтобы та спрятала у себя троих родственников Анны – мать, отчима и бабушку. Все опасное время он оказывал спасаемому семейству посильную помощь, в том числе и медицинскую. Доктор Хельми несколько раз был на грани ареста, но он выдумывал и воплощал самые хитроумные и рискованные планы спасения себя и своих подопечных евреев. Анна пробыла в своем укрытии, обеспеченном доктором Хельми, до самого взятия Берлина Красной Армией. После войны она эмигрировала в США и развернула бурную деятельность по увековечению имени и подвига своего спасителя. И только в 2013 году, через 30 лет после смерти Хельми, Яд Вашем сделал его первым арабом, вошедшим в список праведников народов мира. Однако родственники Хельми в Каире отказались принять эту награду. Тем не менее, в Иерусалиме, на аллее праведников, растет дерево араба Мухаммеда, спасавшего евреев от нацистов. Субтитры создавал DimaTorzok